Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембельс. Смотрите сейчас. Лучшие товары Беларуси 2022. Госстандарт подвел итоги конкурса. Мы развиваем качество и внедряем его во все процессы. Что стало новинкой года? Приплыли. Резкие перепады температуры и дожди привели к паводкам. Спасатель находится в полной готовности. Как действовать, если река все-таки вышла из берегов? 3 плюс 3. Проекция в будущее. Накопительная пенсия набирает популярность у белорусов. Я думаю, что настал тот период, когда нужно уже позаботиться о своей достойной старости. Какой тариф в топе? А также союзный потенциал, крещенские купания и контролируемая эпидситуация. В стране снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. В чем опасность нового штамма Кракен? Знак качества. Гостандарт подвел итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси-2022». Среди лауреатов растительные рапсовые масла «Адериха» и «Рафини», мини-тракторы «Беларусь-622», техника по внесению твердых органических удобрений, зеркала заднего вида. Местные предприятия внедряют инновации, делают ставку на импортозамещение. О выборе покупателей Ольга Васинда. И снова в лидерах «Беларусь-622». Лауреат конкурса «Лучший товар Беларуси». В номинации «Продукция производственно-технического назначения». Несмотря на малые габариты, трактору под силу, обработка земли, уборка урожая, сбор мусора и перевозка грузов. Среди плюсов – экономичный расход топлива и мощность двигателя. Технику можно увидеть на полях стран ЕС, СНГ, Африки и Азии. Спереди можно прицепить к нему отвал, сзади можно прицепить щетку, пескоразбрасыватель, косилку, прицепы до 4,5 тонн нашего производства. То есть трактор удобен для использования при уборке территории. Награду за зеркала заднего вида пятый год подряд получает и «Универсал Бобруйск». В месяц на предприятии производят 50 тысяч единиц востребованной продукции. Устройство изготавливают для техники МТЗ Холдинга и Петербургского тракторного завода. Качество соответствует всем национальным стандартам. Над созданием товара с лейблом «Made in Bobruysk» работают 378 человек, 53% из которых – инвалиды по слуху. Мы развиваем качество и внедряем его во все процессы, начиная от проектирования и выбора поставщика, продолжая производством, обучением персонала. Мы должны оставаться поставщиками высокого качества. В будущем мы планируем также развивать дальше систему менеджмента, в том числе развиваться на соответствие требований стандартов международных. В числе лучших и техника «Бобруйска-Громаша» для внесения твердых органических удобрений. На счету МТУ-18 и диплом «Гран-при» международной бизнес-премии «Лидер года-2022» по программе импортозамещения. Модель на 100% состоит из белорусских комплектующих. Помимо внутреннего рынка, товар востребован в России, Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии. Все начиналось с четырех машин. Были две машины для внесения твердой органики и две машины для внесения жидкой органики. С учетом того, что трактора становились более энергонасыщенные, появились машины, которые увеличили грузоподъемность. То есть начинались с 7 тонн, сейчас достигли уже 24 тонн. Знак качества и любовь потребителей уже не впервые завоевывают торговые марки «Одириха» и «Рафини» – заводы растительных масел. В ассортименте бобруйского бренда 20 наименований. Весь процесс создания – от маленькой семечки до готового продукта. Под строгим контролем не только специалистов, но и современного оборудования. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн качественного товара без консервантов и ГМО. Рапсовое масло отлично подходит для овощного салата. Продукт в сыром виде сохраняет полезные свойства – омега-3, 6 и 9, плюс витамины Е и К. Лауреатов конкурса с помощью опроса среди потребителей определяет госстандарт. Свои голоса отдают свыше 37 тысяч белорусов. В Могилевской области лучшими становятся 277 товаров. Статус «Новинка года» получает продукция бабушкиной крынки. Йогурт греческий, копченый сыр-косечка «Чечил», напиток на основе сыворотки с соком «Тропик» и сырок «Веселая внучата» с начинкой крема «Калада». Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Берега не видно. Резкие перепады температуры и дожди привели к паводкам. Последствия аномальной зимы ощутили в разных регионах, особенно на севере и востоке Белоруссии. Под талой водой оказались хозяйственные постройки, подворья, а также участки дорог. В ближайшие дни ситуация сохранится. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки. Спасатель находится в полной готовности в случае возникновения паводковой ситуации, каких-то опасностей для людей, которые проживают в низменности, там, где эти, скажем так, случаи происходят ежегодно. При возникновении опасной паводковой ситуации просьба граждан не переживать, не паниковать, внимательно следить за новостями, за обстановкой. Сотрудники МЧС напоминают, не стоит передвигаться по подтопленным территориям. Если все-таки пришлось, обязательно нужно иметь при себе индивидуальные средства спасения. Кроме того, нельзя заезжать в воду на автомобиле. Не нужно также оставлять транспорт рядом с водоемами, особенно реками. Промышленная политика, фирменные магазины и душевная традиция. В стране подвели итоги акции «Наши дети», на что направят собранные деньги. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Россия подпишут соглашение о единой промышленной политике, что влечет за собой объединение технологий, производств и создание транснациональных корпораций. В ответ на беспрецедентные санкции союзное государство усилило интеграцию. Впервые в истории товарооборот между странами вырос до рекордных значений и достиг отметки в 50 миллиардов долларов. В Беларуси снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Все благодаря слаженной работе медиков и вакцинации. Штамм «Кракен», который проник уже в 25 стран мира, у нас пока не зафиксирован. Специалисты отмечают, он заразнее омикрона, но не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее других. При этом есть высокий риск серьезных осложнений. Белорусские лесхозы в первом полугодии откроют семь магазинов. Новые объекты появятся в Минске, а также в городах с населением 80 тысяч плюс. Это Пинск, Лида, Орша и Бобруйск. В ассортименте пиломатериалы, садовая мебель, декоративно-посадочный материал. Развитие фирменной торговли поможет обеспечить доступность древесины по минимальным ценам и достойного качества. Верующие готовятся встретить Богоявление. Этот праздник в православном календаре отсылает к событиям крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В храмах страны пройдут богослужения, после чего совершится Великое водоосвящение. Официально в Бобруйске разрешено окунаться возле грибной базы на Береговой и на территории второй спасательной станции в Приберезинском микрорайоне. Купели оборудованы противоскользящим покрытием, мостиками и деревянными лестницами для спуска в воду. В стране подвели итоги акции «Наши дети». Эстафету добрых дел приняли более 150 организаций. Каждая из них посетила несколько учреждений. Внимание и подарки получили около миллиона ребят. Свой вклад внесли и неравнодушные белорусы. Перечисляли деньги на расчетные счета детского фонда. Сумма превысила прошлогоднюю. Средства будут направлены на покупку оборудования для диагностики и реабилитации малышей, больных аутизмом. Демографический тренд. В Беларуси стало больше многодетных. По программе «Семейный капитал» открыто почти 122 тысячи депозитов. Он означается при рождении, удочерении или усыновлении третьего и последующих детей. Социальная поддержка – приоритет политики государства. Размер выплат с этого года увеличился на 15% и составил 29 950 рублей. Досрочно воспользоваться средствами можно на погашение кредита, взятого на строительство жилья, обучение одного ребенка в госучреждениях или оплату медуслуг. Для назначения «Семейного капитала» гражданам необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации района, в которых они зарегистрированы. Там они смогут получить всю необходимую информацию, подать заявление для последующего назначения средств «Семейного капитала». Для многодетных в стране предусмотрен существенный пакет социальных мер, декретный отпуск, пособия при рождении и воспитании детей, финансовое помощь на жилье, льгот в образовании и здравоохранении, в налоговой, пенсионной и трудовой сферах. Прибавка к золотым годам. Накопительная пенсия набирает популярность у белорусов. Оформили ее около 11 тысяч человек. Самый востребованный тариф – 3 плюс 3, когда сотрудники-наниматели отчисляют одинаковую сумму. Реализует программу страховая компания «Стравитая». Вклад в будущее сделала и Карина Гуревич. Ольга Стельмак больше 10 лет – постоянный клиент «Стравитая». С появлением в Беларуси накопительной пенсии тут же отправилась заключать договор. От зарплаты отчисляет 3%. Сумма, говорит, практически незаметная. Но это пока. На работе девушка-первопроходец. Следом в страховую компанию обращаются и коллеги. Это очень удобно, потому что не нужно ходить никуда. Да, все удерживает из зарплаты. Я думаю, что настал тот период, когда нужно уже позаботиться о своей достойной старости. Очень интересная программа. Во-первых, надежная компания, которую я знаю давно. Во-вторых, поддержка государства. Добровольная накопительная пенсия действует в стране с октября 2022-го. За это время специалисты оформили порядка 11 тысяч договоров. Преимущество системы в том, что по достижению почтенного возраста человек сможет получать дополнительные выплаты в течение пяти или десяти лет. Чем раньше работник начнет копить на будущее, тем выше станет ежемесячная прибавка к трудовой пенсии. Клиентам предлагают несколько программ. Самая популярная 3 плюс 3, где сотрудник и наниматель отчисляют одинаковую сумму. Специалист на месте поможет подобрать подходящий тариф. При необходимости процент можно менять, но не чаще, раза в год. По тарифу 3 плюс 3, к примеру, клиент, который заключает договор на 15 лет с зарплатой в 1200, в течение пяти лет сможет ежемесячно получать 528 рублей. Забрать досрочно деньги не получится. В случае, если участник системы уходит из жизни, остаток единовременно передается по наследству. Между тем, работники, которым до пенсии осталось меньше трех лет, участвовать в программе не смогут. Программа накопительного страхования дополнительной пенсии с каждым днем набирает все больше популярности. К нам обращаются не только люди, которым до достижения пенсионного возраста осталось 5-10 лет. Все больше эта программа популярна среди молодежи. Причем обращаются к нам не только жители города Бобруйска, но и близлежащих районов. Это и Кировский район, и Глоск. Чтобы развеять все сомнения, Стравита проводит вебинары для работодателей. Плюс специалисты готовы выехать на предприятие, чтобы ответить на вопросы сотрудников и на месте составить договор. На официальном сайте страховой есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно сделать расчеты. Офис компании в Бобруйске работает с понедельника по четверг с 8.30 до 17.15, в пятницу до 16.00 часов. Здесь гарантируют обеспечить достойный и заслуженный отдых. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. В тайной легендарной крепости в городе проходит интеллектуальный конкурс «Ты бобруйчанин». В центре туризма, краеведения и экскурсии детей и молодежи соревнуются ученики 9-10 класса. В списке 30 школ. Турнир проводится уже в 28-й раз. Правила просты. Всего два этапа. Сначала ребята командно отвечают на вопросы о цитадели, затем индивидуальное тестирование. Мне так понравилось изучать историю нашего родного края, Белоруссии, нашего города, Бобруйской крепости. Я узнал много нового, какие тут были строения, как тут велась оборона, как тут возводились укрепления. Очень важно проводить данные конкурсы, прививая тем самым любовь нашего молодого поколения к городу Бобруйску и к его истории. Участие в данном конкурсе и подобных конкурсах именно это делает. Я вижу, как горят у детей глаза, как они узнают что-то новое. И это не проходит бесследно. Ребята действительно проникаются историей нашего города. К конкурсу ребята готовились основательно. Посещали краеведческий музей, ходили на экскурсии, много читали. Завершится турнир в эту пятницу. Победителем станет команда, которая по итогам двух этапов наберет наибольшее количество баллов. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова